Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обсудили изменения в бюджет и правила благоустройства территории. В столице региона состоялось очередное заседание Городской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в единую систему даже после 1 сентября. Конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет, сообщает Роскачество. С 1 сентября в Самаре стартует акция «Выгодный проезд». При оплате картой МИР, привязанной к телефону, пассажиров ждет скидка. В России появятся службы заказа легкового такси, водителей будут штрафовать за неправильные шины, а пользователям соцсетей придется маркировать рекламу на своих страницах. Новые законы вступят в силу с 1 сентября. Веселые старты для детей и футбольный матч. В промышленном районе Самары отметили открытие новой дворовой площадки. В Самаре прошло заседание Совета по межнациональным отношениям под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Он подчеркнул, что Национальная общественная организация региона вносит сегодня серьезный вклад в поддержку военнослужащих, участников спецоперации и членов их семей. Глава региона поручил отметить неравнодушных жителей области, представителей национальных объединений, которые помогают армии достичь заявленных целей спецоперации, защитить все, что дорого и свято. Участники Совета рассказали о работе по отправке гуманитарных грузов. В этом участвует каждая общественная организация. Дмитрий Азаров предложил приурочить отправку очередной помощи в зону спецоперации ко Дню Дружбы Народов, который отмечается в нашем регионе 12 сентября. Обсудили изменения в бюджет и правила благоустройства территории. В столице региона состоялось очередное заседание Городской думы с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Ряд вопросов был связан с транспортом, обновлением внутридворовых территорий, формированием муниципального дорожного фонда. Кроме того, на заседание еще двум нашим землякам было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара». Их имена узнала Ольга Павлова. На нужное, важное и социально необходимое. Основные изменения бюджета в 2023 году в первую очередь связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов. За счет этого в 2023 городская казна пополнилась на 147 миллионов рублей. Данная мера позволила своевременно осуществлять финансирование первоочередных социально значимых расходов городского округа, связанных с благоустройством, капитальным ремонтом и текущим ремонтом учреждений, ремонтом автомобильных дорог общего пользования и реализацией нацпроекта. За счет перераспределения средств на 561 миллион рублей удалось улучшить качество питания школьников, подготовить общеобразовательные учреждения к новому учебному году, отремонтировать объекты культурного наследия и предоставить меры социальной поддержки отдельным категориям граждан. В итоге доходы бюджета на 2023 год составили 41 миллиард 328 миллионов рублей. Проговорили на заседании городской думы и вопрос о внесении изменений в положение о муниципальном дорожном фонде городского округа Самара. В частности, при нарушении эксплуатации или неверном использовании тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на магистралях областного центра водителям будут грозить крупные штрафы. А также проектом решения думы дополняется новым направлением расходов на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей за исключением контактной сети и тяговых подстанций, находящихся на одном уровне с проезжей частью. В завершении 48-го заседания думы было принято решение о присвоении звания почетный гражданин городского округа Самара. Оно было отдано двум кандидатам, одному из них посмертно. Комиссия единогласно одобрила и рекомендовала присвоить звание почетного гражданина купцу и меценату Константину Головкину. Сегодня вы знаете в рамках проектов историческая память, культурное наследие идет восстановление знаменитого здания, замка, домика, который в народе называют дом со слонами. В ближайшее время мы получим уже в возрожденном виде, где в новом ключе будет использоваться сооружение студентами, преподавателями. Также звание почетный гражданин городского округа Самара присвоили самарскому писателю Алексею Солоницыну. Таким образом, на сегодняшний день почетное звание носят уже 70 выдающихся жителей столицы региона. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. До конца первой декады сентября подрядчики ресурсоснабжающей организации должны справиться с ремонтом и модернизацией всех 18 теплосетевых объектов из основного перечня. Жесткий контроль за поставкой на участки необходимых материалов, за соблюдением качества и сроков производства работ на теплосетях – одно из приоритетных направлений деятельности мэрии в ходе подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему сезону. В преддверии нового учебного года обновлению теплотрассы и восстановлению благоустройства в районе учреждения образовательной сферы уделяется особое внимание. Подробности в нашем сюжете. В этом сезоне в Самаре перекладывают теплотрассы на 18 основных объектах. На всех участках подрядчики монтируют трубы повышенной прочности и герметичности. Они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, которая при минимальной утечке способна определить место повреждения трубопровода с точностью до 1-2 метров. Это позволит в кратчайшие сроки направить бригаду для ремонта и предотвратить аварийную ситуацию. На 15 объектах завершено устройство монтажных схем. Восстановление благоустройства продолжается. На трех участках – на улице Губаново, улице Каховской, а также в районе перекрестка улицы 9 Мая и переулка Корякино – устройство монтажных схем планируется завершить до 5 сентября, после чего участки также приведут в порядок. На совещании в профильном городском департаменте были озвучены замечания в адрес некоторых подрядчиков. В основном это касается доставки материалов на объекты и увязанных с этим сроков завершения работ по ремонту и техническому оснащению теплотрасс в ряде локаций. Все вопросы урегулированы, даты согласованы во взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией. Речь шла и о текущих работах в исторической части города. На Волжском проспекте требовалось обновить трубы диаметром 800 мм. Работы на Волжском проспекте входят в завершающую стадию. На сегодняшний день готовность объекта составляет свыше 90%. 80% уже отдано под восстановление благоустройства. Это территория вдоль ГРЭС и Иверского монастыря. Крайний срок сдачи оставшегося отрезка – 5 сентября. Самый сложный этап был прохождение через туннель, который еще Фонвакана построил на пивзавод. Сейчас оба трубопровода вместе с гильзами через данный участок протащили. В данный момент начинается подготовка к соединению двух этих частей на двух камерах на одной и на другой стороне дороги. По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, согласно сетевому графику, с объекта должны уйти 15 сентября. Однако исполнители нацелены на то, чтобы уже 8 сентября в полном объеме закончить работу на Волжском проспекте, в том числе привести в порядок проезжую часть и обеспечить проезд автотранспорта в обычном режиме. На совещании в преддверии 1 сентября Владимир Василенко особое внимание уделил работам на тех объектах, которые находятся на территории школ и детских садов или в непосредственной близости от образовательных учреждений. Здесь в первую очередь рабочие восстанавливают благоустройство после вскрытий. Все рабочие варианты, которые сегодня были под протокол разобраны, я полагаю, в данной ситуации мы все выполним. По объектам социальной сферы, это касается школы и детских садов, к 1 сентября, везде обеспечено по благоустройству, хотя очень трудно, два объекта осталось пока сегодня, это по Брусчатому переулку и по Корякино-4А, там завершат. Окончание данного вида работ по этим двум адресам 31 августа. Также первым заместителям главы города обращено внимание на необходимость наведения чистоты на объектах, где ведутся работы. В части их организации руководство мэрии напомнило подрядчикам и о возможности трудиться в режиме 24 на 7, чтобы не допустить срыва обозначенных сроков. Подготовка к отопительному сезону должна завершиться своевременно, чтобы при первой необходимости начать пуск тепла сначала в объекты соцсферы, а затем и в жилые дома. Напомним, в этом сезоне в этот процесс должна включиться и строящаяся котельная в Куйбышевском районе Самары. Строительные работы идут по графику. Специалисты отмечают высокую готовность объекта. Полностью подключены ресурсы в части газоснабжения и водоотведения, сделаны переврезки. Позаботились и о благоустройстве. Реализация этого проекта крайне важна для горожан. Современная котельная позволит обеспечить стабильным теплом порядка 35 тысяч человек и предоставить качественные услуги теплоснабжения различным организациям, находящимся в районе. В Куйбышевском районе отопительный сезон начнется по старой схеме – через котельную КНПЗ. Но после завершения пусконаладки новой котельной будет плавное переподключение потребителей на нее. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В Самаре с 1 сентября пассажиры смогут получить существенную скидку при оплате проезда в общественном транспорте. Для этого нужно воспользоваться смартфоном и привязать к нему карту МИР или карту жителей Самарской области. Много ли удастся сэкономить и как долго продлится акция, расскажет Светлана Тимофеева. С 1 сентября в областном центре стартует акция, позволяющая совершать поездки в городском общественном транспорте со скидкой. Для этого нужно воспользоваться бесконтактным способом оплаты при помощи карты МИР или карты жителей Самарской области. Важные условия – оплата через смартфон. Речь здесь идет о разовых поездках. Вот сейчас, если вы едете в автобусе, в трамвае, в троллейбусе по безналичной оплате, это стоит 32 рубля. Вот с завтрашнего дня появится возможность, если у вас есть банковская карта МИР, если вы ее привязываете к своему смартфону и оплачиваете именно смартфоном поездку, то вы получаете скидку 8 рублей. То есть не 32 рубля, а 24 уже обходится проезд. Жительница Самары Наталья Каткина карты МИР пользуются давно. Новость о возможности ездить на общественном транспорте со скидкой, бесконтактно оплачивая проезд, восприняла с энтузиазмом. Да, я пользуюсь картой МИР. Мне нравится. Карта жителя, если честно говоря, мама только получила. Мы пользуемся, нам удобно. Будем пользоваться скидками, будем ездить в транспорте. Спасибо огромное. Оплата телефоном с привязанной к нему картой жителей Самарской области позволит сэкономить еще больше – 10 рублей с каждой поездки. Цель этой акции – с одной стороны она направлена на популяризацию общественного транспорта, потому что предлагают совершать поездки по более низким ценам. Карта МИР у нас максимально популяризируется в стране. В Самаре акция продлится до конца года. В профильном департаменте рассчитывают, что она будет успешной. И горожане оценят акцию. Карта жителей Самарской области реализуется по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Более 150 тысяч человек изъявили желание стать ее держателями. Для получения карты нужно обратиться в любое отделение банка-партнера проекта или ВОШ-СМФЦ. Подробная информация о возможностях карты жителей Самарской области размещена на сайте kart.samregion.ru и в мобильном приложении. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных, их хранения и использования в единой системе в любой момент. Конкретных сроков нет, сообщает Роскачество. Напомню, 1 июня в силу вступил закон, согласно которому биометрические данные будут обрабатываться только внутри единой системы. Банки и другие организации, которые хранят такие сведения, должны передать их до 30 сентября 2023 года. При этом организациям необходимо за 30 дней уведомить клиентов о том, что их биометрические данные будут передаваться в систему. В Роскачестве отметили, что информация о возможности отказа от передачи и использования сведений только до 1 сентября неверна. Так гражданин в любой момент может либо отказаться, либо вовсе запретить собирать и хранить биометрию. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. Этот запрет впоследствии также можно и отозвать. В России появятся службы заказа легкового такси. Водителей будут штрафовать за неправильные шины, а пользователям соцсетей придется маркировать рекламу на своих страницах. Новые законы вступят в силу с 1 сентября. Как они изменят жизнь россиян, с экспертами обсудила Светлана Кудрявцева. С 1 сентября вступает в силу закона такси. Если государство берет эту сферу под свой контроль, в регионах появятся службы заказа, которые будут нести ответственность в случае происшествий. В этом логика есть, потому что кто будет отвечать, если произошел какой-то ущерб жизни, здоровью пассажира, частным перевозчикам, который непонятно имеет право он перевозить или нет, умеет он собственно возить или нет, отвечает ли требованиям. И вот это по большому счету механизм установки порядка, открытости и прозрачности на рынке перевозок. Работать в такси запретят людям с непогашенной судимостью по ряду уголовных статей за причинение тяжкого вреда здоровью, убийства, грабеж, разбой и прочее. А также водителям, накопившим больше трех неоплаченных штрафов и не сдавшим экзамен на знание города. Мы ожидаем серьезного повышения роста цен на услуги такси, потому что с 1 сентября каждый регион обязан также создать три реестра. Там будет реестр перевозчиков, реестр лиц, оказывающих сопутствующие услуги, это операторы, которые соединяют такси и пассажира, и реестр таксистов. И, соответственно, после включения в этот реестр таксист также должен будет получить разрешение на работу. У них вводятся особые требования КОСАГО. Многие люди, которые в такси именно подрабатывали, то есть не работали, полный рабочий день являлся их основным заработком, а, например, подрабатывали после работы в час пик, час два. То есть теперь такие, скорее всего, люди уже в такси работать не смогут в силу вот такого большого количества ограничений. С 1 сентября водителей начнут штрафовать за неправильные шины, за езду на шипах летом и на летней резине зимой накажут на 500 рублей. Использовать машину запрещено, если зимние шины будут установлены не на все четыре колеса. Правила относятся к легковым машинам и грузовикам весом до 3,5 тонн. Эксплуатации авто запрещают также при неисправности антиблокировочные системы тормозов. Штрафовать начнут из-за неправильной фары, непредусмотренной конструкции машин. Кроме того, запрещено использовать мигающие стоп-сигналы, а теперь они должны постоянно гореть красным светом. С 1 сентября изменится законодательство о рекламе. Физическим и юридическим лицам грозят новые штрафы за нарушение, а именно за отсутствие маркировки на публикациях, будь то бизнес-страницы или личные странички в соцсетях. Теперь любая реклама, любые информационные рекламные материалы в сети интернет, социальные сети, блоги, сайты, в нем данные материалы должны маркироваться с помощью специального кода, так называемый токен, идентификационный код. Он получается от операторов рекламных данных, список которых сейчас можно видеть на сайте Роскомнадзора. Государство захотело понимать, какой объем рекламы идет, какие денежные потоки идут через рекламу в целом у всех его операторов. Конечно, это актуально больше для крупных игроков, которые занимаются рекламой в целом и диджитал-рекламой. Видите, оно так подспутно стало касаться и обычных физических лиц. Для тех, кто забыл или не захотел указать маркировку, вводятся штрафы для физических лиц от 10 до 100 тысяч рублей, для юридических от 200 до 700 тысяч. Почта России разрешила при отправке заказных писем, бандеролей и посылок не предъявлять паспорт. И теперь это можно сделать без паспорта, а просто по предъявлению иного документа, идентифицирующего вашу личность, ну, например, прав. Знаете, это вроде мелочь, но нам, например, как адвокатам-юристам привычно ходить с паспортами, и это там, он у нас всегда. Но я вижу, я знаю, что большинство людей с паспортом не ходит. С начала осени серьезные изменения ждут школьников. У нас с 1 сентября вводится так называемая общеобязательная государственная федеральная образовательная программа, которая включает в себя ряд образовательных стандартов, и они предусматривают единую методику преподавания. В большинстве школ, например, преподавание истории в 10-11 классах, я думаю, большинство слышало про нашумевший учебник истории, ну, и ряд других предметов. Вступают в силу поправки к закону о трудовом воспитании. Они закрепляют обязанность учеников трудиться. Теперь школьники будут обязаны с учетом возрастных особенностей убираться в классах, сажать деревья на школьной территории, шить театральные костюмы или помогать в библиотеке. Разрешений родителей для привлечения учащихся к труду больше не потребуется. На уроках ОБЖ будет проводиться курс начальной военной подготовки. На нем ученики 10-11 классов будут проходить основу применения беспилотников, а также способа противодействия им. С 1 сентября вновь возвращается серебряная медаль. Я напомню, что с 2014 года у нас существовала только одна медаль. Это была медаль первой степени, золотая. Однако вот с этого года школьникам, у которых только две четверки, они успешно сдали государственную итоговую аттестацию, они имеют право также получить серебряную медаль. Серебряная медаль может помочь при поступлении в ВУЗ. В том случае, если у нескольких выпускников имеется одинаковое количество баллов по ЕГЭ, тогда серебряная медаль дает определенное преимущество. С 1 сентября ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Его могут получить 7 миллионов 700 тысяч детей. Российские школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на эти цели. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. Начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты. Второй сезон». Его организует профильное федеральное агентство. Принять участие в этом событии можно до 17 часов 24 сентября. Конкурс проходит в заочном формате. Необходимо заполнить проектную заявку в грантовом модуле «Молодежь России». Гранты предоставляют, чтобы помочь реализовать проекты, направленные на вовлечение молодых людей в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение гражданской активности и раскрытие потенциала молодежи в интересах страны. В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно с проектной инициативой в одной из 18 номинаций. Сумма гранта до 1 миллиона рублей. Подать можно только одну заявку с одним проектом и в одной номинации. С порядком подачи документов, требованиями к форме и содержанию заявок можно ознакомиться в приложении. Сегодня было подписано соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам ребенка и Самарским филиалом Фонда защитники Отечества. Вопросов, которые предстоит решить совместными усилиями, очень много. Касаются здоровья, образования детей, защиты их прав. На федеральном и региональном уровнях родным участников спецоперации оказывают всестороннюю поддержку, но порой возникают ситуации, требующие ручного управления. Подробнее в нашем сюжете. Наталья живет в сельской местности. Ее муж находится в зоне СВО в семье пятеро детей. Женщина рассказывает, наедине с проблемами ее не оставляют. К примеру, недавно понадобилось место для одного из детей в школьном автобусе. Он учится в 10 километрах от дома в городской школе. Место сразу же предоставили. А сегодня семью пригласили на праздник, посвященный 1 сентября. Ребят, чьи отцы участвуют в спецоперации, ждала интерактивная программа с аниматорами, творческие мастерские с патриотическими и историческими квестами. Вкусные угощения. Очень приятно, что нас пригласили, что нам уделяют внимание, что не забывают детей, семьи, оказывают всяческие содействия в разных проблемах. Мы решили подарить им немножко чудес, волшебства, открытий. Поскольку лето заканчивается, но впереди их ждут большие открытия, знания. Это самые лучшие подспорья в жизни, лучшие впечатления, знакомства. А чтобы помощь семьям участников СВО стала еще эффективнее, сегодня было подписано соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам ребенка и Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества». Отношения с фондом мы только устраиваем. Я совсем недавно вступила в должность, изучая все направления, которые связаны с детством. И, несомненно, то направление, которое мы будем осуществлять совместно с фондом «Защитники Отечества», это работа с детьми, с семьями наших защитников. Это одна из важных тем. Это то, о чем говорит губернатор. Наша большая главная задача в рамках подписания соглашения – это защита наших детей и, конечно же, работа с детьми по разным-разным направлениям. И здесь, конечно, наши ветераны, наши члены семьи очень помогают. Сегодня мы встречаем более 120 человек в нашем Самарском филиале фонда «Защитники Отечества». Вопросов, которые предстоит решить совместными усилиями, очень много. Они касаются здоровья, образования детей, защиты их прав. Детям участников СВО и на федеральном уровне, и в Самарском регионе оказывают всестороннюю поддержку. Для них организовано бесплатное питание в школах. Этим летом они смогли отдохнуть в загородных лагерях. Им предоставляют бюджетные места в вузах и СУЗах. Регулярно на федеральном уровне вводятся все новые формы поддержки. Андрей Бессонов, Виктория Шарая. События. В Самарском музее-галерее «Заварка» 31 августа завершилась выставка «Деревянная Самара», которую мы не знаем. Ее посвятили дню рождения города – 437 лет. В экспозицию вошли многие архитектурные произведения прошлого, которые не сохранились в силу разных причин до сегодняшних дней. Увидеть выставку перед закрытием успела наша съемочная группа. За 437 лет Самара неоднократно меняла свой облик. Причины были разные – и расширение города, и обновление домов, и различные бедствия, в том числе пожары. Из-за этого многие памятники архитектуры сохранились лишь на старых фотографиях. Именно их, а также некоторые элементы декора, показывали в течение всего лета посетителям галереи «Заварка». В залах можно было увидеть деревянные церкви и строения вдоль Волжского берега, а также здания, сгоревшие, снесенные или перестроенные за последние 20 лет. Как мне кажется, нам удалось донести самую главную мысль, что нужно хранить то, что мы имеем сегодня, чтобы завтра нам не приходилось вот так ретроспективно все это показывать. Потому что все это, я уверен, что часть этих объектов современники не оценивали по достоинству. А спустя много-много десятилетий уже их потомки смотрят на фотографии и говорят, «Батюшки, какая красота, оказывается, была». Но вот, жаль, что не сохранили. Выставка «Деревянная Самара», которую мы не знаем, стала третьей частью проекта «Истории самарского деревянного зодчества». В течение всего лета выставку сопровождали лекции, экскурсии и тематические мастер-классы, которые были подготовлены для самой разной аудитории – и для детей, и для взрослых. Аудитории разные. И те смыслы, которые, допустим, эта выставка «Деревянная Самара», которую мы не знаем, может нести для взрослых, это совершенно не очевидно, конечно, для детей. Им совершенно по-другому нужно объяснять. У нас профессиональные экскурсоводы, которые как раз в том числе умеют и знают, как работать с детьми, как адаптировать сложную информацию и преподнести с интересом. Сейчас сотрудники музея готовят уже следующую выставку, которая вновь будет посвящена деревянным домам и расскажет их историю через судьбы людей, которые в них живут. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Летом россияне чаще выбирали для туризма страны Ближнего и Среднего Востока. К таким выводам пришли аналитики сотового оператора, изучив данные абонентов в роуминге. В целом поток российских туристов, которые выезжают за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Турция остается самым популярным направлением. Она приняла на 27% больше россиян, чем прошлым летом. На 37% выросло количество туристов в Объединенных Арабских Эмиратах. Востребованными направлениями также стали Иран и Саудовская Аравия. По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы. Этим летом россияне ездили отдыхать в Италию, Испанию, Францию, Германию и Грецию. Заметно вырос интерес к Африке. В Египет турпоток увеличился на 176%. Эта страна вошла в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха. Другим популярным маршрутом стал Тунис, который в этом году принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России, чем в прошлом сезоне. Веселые старты для детей и футбольный матч. В промышленном районе Самары отметили открытие новой дворовой площадки. Она появилась по инициативе жителей благодаря программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». На спортивном празднике побывала Светлана Кудрявцева. У жителей дома 98 по улице Физкультурной спортивный праздник. Веселые старты для детей разного возраста и футбольный матч устроили в честь открытия новой дворовой территории. Ее благоустроили по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь у нас были благоустроены внутриквартальные проезды, тротуары, а также построены детская и спортивная площадки. И здесь была интересная история. У нас футбольное поле уже на протяжении нескольких лет, абсолютно новое. Было в немножко заброшенном состоянии по причине того, что не могли найти общественного тренера. Мы нашли социально ориентированный бизнес, который у нас изъявил желание восстановить эту площадку, и нашли общественного тренера, который тренирует детишек регулярно, три раза в неделю, ведет секции по футболу. В итоге в одном дворе получилось две спортивные площадки. Одну реанимировали, и теперь благодаря тренеру по месту жительства дети приобщаются к физкультуре и спорту, а другую для воркаута построили в этом году. По словам местных жителей, она пользуется большой популярностью, подростки упражняются здесь целыми днями. Все это стало возможным благодаря активности жителей, которые собрали инициативную группу и подали заявку на участие в федеральной программе. Площадки, можно сказать, совсем не было. Сейчас, конечно, у нас и красиво, и детки у нас здесь уже занимаются. Но у меня ребенку 13 лет, и он очень рад. И он вообще домой, грубо говоря, сейчас лето, он домой вообще не заходит. То есть уходит где-то в часов, ну, наверное, в 10, как просыпается, и приходит, когда мы приходим домой, часов в 6. То есть он постоянно не на площадке, когда тренировка тренируется. Здорово. Напомним, что благоустройство дворов и общественных пространств – одно из приоритетных направлений в работе губернатора Дмитрия Азарова. Только в промышленном районе Самары в этом году по программе формирования комфортной городской среды благоустроили 6 дворов, по губернаторскому проекту содействия – 3 двора и по программе народной инициативы – 10 дворовых территорий. Светлана Кудрявцева и Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дальнейшее приобщение к психоактивным веществам. Электронные сигареты и вейпы могут вызвать острую интоксикацию со смертельным исходом у юных потребителей. В рамках празднования 437-летия Самары прошло праздничное мероприятие во дворе дома по адресу Алексея Толстого, 2628. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Самарского района. Глава района Роман Радюков совместно с депутатом губернской думы Светланой Ильиной поздравили жителей с Днем города и отметили их инициативность, благодаря которой в 2019 году этот двор попал в муниципальную программу Самарского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» и был благоустроен. На праздники была концертная программа для гостей, а также интересные мастер-классы для юных самарцев. Департамент образования в телеграм-канале напоминает, что записать ребенка в кружок или спортивную секцию можно онлайн на портале госуслуги. А помощник робот Макс подскажет, как это сделать. Нацпроект «Цифровая экономика», инициированный Владимиром Путиным, делает жизнь россиян удобнее. Благодаря технологиям получить нужные справки и документы можно, не выходя из дома. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»